На днях стало известно, что Никита Михалков попал в больницу. Представитель режиссера утверждал, что у него грипп. Однако журналисты выяснили, что у него другой диагноз. По некоторым данным, ни о каком гриппе у Никиты Михалкова и речи не идет. Якобы ему поставили диагноз двусторонняя полисегментарная пневмония. Сообщается, что прославленного режиссера спасают медики в реанимации одной из столичных ковидных больниц, говорят Никита Михалков в тяжелом состоянии. Мало того, у него развился интоксикационный синдром. Журналисты выяснили, что заболел режиссер за два дня до того, как попасть в больницу. Очевидно, недуг развивался стремительно. В какой-то момент Никите Михалкову стало хуже, у него проявились одышка, кашель, высокая температура и тошнота. В результате режиссер сам принял решение о госпитализации. Он вызвал скорую помощь, а близкие помогли ему с госпитализацией. Вначале Никита Михалков оказался в больнице, 67, но потом его перевели в ковидную клинику. Отметим, что пока сам режиссер на связь с общественностью не выходил. Молчат о его состоянии и близкие. Супруга Татьяна, дочери Ана и Надежда и сын Артем. Вообще, к слову, в последнее время здоровье, начало подводить Никиту Михалкова. Одно время режиссер посещал светские мероприятия, опираясь на трость. А сейчас и вовсе пропал. Кстати, не так давно о проблемах со здоровьем Никиты Михалкова, говорил его друг, композитор Эдуард Артемьев. Они не раз работали вместе. Хотели сотрудничать снова, но из-за нездоровья режиссера планом их не суждено было сбыться. Более того, 29 декабря Эдуард Артемьев умер.